В морфе их не так берет, как у всех людей. Им надо тройную дозу. Вот от этой дозы, от 2,5-3, человек засыпает. А наркоману похую. Наркоману надо вместо одного человека, ему надо таких тридозы. Его прибомбит ровно на половину того времени, на которого нормальный человек будет умираться. Я не думал, что они онкологией болеют. Они в первую очередь, это наши первые клиенты. Я думал, что они от наркотиков. Нет, нет, нет. От наркотиков умирать невозможно. Наркоманы умирают, как передозировки, но это проходят, как всегда, в домашних условиях или на их штых-хате. А наркоманы, которые со стажем, они умирают. От наркотиков умереть невозможно. Я же говорю, это два случая. Передоз или ломки до смерти. А если вот такие наркоманы, кто больше двух лет, у нас он, Павлик, лежит. Девять лет на Баянице. Нормально. Ты что, мои две недели заболеть не могли? А мне, бля, 40 килограмм или меньше. Один живот и уши, блядь. Вот, ну, он грамотный. И рак. Сразу начинает гнить. И рак чего? Гнить начинает. У кого что болело, допустим. У того грудная клетка. Ну, в основном простоты. Они, как такови наркоманы половую жизнь человеческой не живут. Им похереда спать. Вот он, допустим, простудился, поссал на ветру. Или там отрубился под заборчиком, полыжал. Он уже застудился. Вин постоянно коматует. Вин не слышишь, что он заболел. Ему похереду, понимаешь? Да, у него ломка, ему надо уколоться. А эту боль вынуждены ощущаем. Что пора украчивать. Да, в основном вот больше, чем половина наркомана, это рак простоты. Это сразу живот надувается. Естественно, рак печенки сразу. Редко у кого у него. В основном рак печенки. Но видишь, как печенка. Печенка, она фунциклирует. А она сама немного воздражает. Она же не болит. Она пока не сдохнет. Она надувается. Да, да, да. Она самоскрытая, это печенка. Ходишь, ходишь, ходишь. Ходишь, хуяки, умары, не маят. А это оказывается печенка. Самая безболезненная смерть. Просто помер. Просто помер, и все. Печенка, она такая. Можно позавидовать. Да. Если у тебя не рак печенки. Если рак печенки и до первой стадии, то второе, если начинать плазму колотить, тогда прошивают дырку делать возле печенки, и прошивают тебе туда пакет. И в этот пакет вылазит говно с печенкой. Потому что печенка, например, прорабатываешь, чтобы с задницы выходила. Выходя прямо рядом. И у тебя высытся и пакет. И ты его сливаешь каждые два часа.